Сбор грибов и ягод уже давно стал одним из любимых наших занятий во время походов в лес. Поэтому, как только пошли первые весенние грибы, сморчки и строчки, мы непременно отправились на тихую охоту. Хотя тихой ее назвать сложно, ведь первая добыча сразу вызывает громкий восторг. Как вы поняли, это просто грибная лихорадка уже. Зашли в лес на 2 минуты. Все по классике жанра. Господи, вот еще. Вот, отсюда и до горизонта. До горизонта, а грибы до горизонта здесь. Вот они, вот оно пошло дело. Все. В этот раз мы решили устроить конкурс на самый большой гриб. Забегая вперед, скажу, что победитель определился почти сразу. Ну вот, через 5 минут нашей тихой охоты уже появился гриб-рекордсмен, который тянет на самый большой строчок, найденный в сегодняшнем походе. Вот он. Он размер на свою голову. В принципе, можно уходить уже, и его одного будет достаточно, чтобы нажали с картошкой. Но мои люди азартные, поэтому продолжаем. Ну вот это пока рекордсмен. Самый большой найденный сегодня. Кстати, многие ошибаются в названии этих грибов. Смотрите и запоминайте. Вот это строчок. А вот сморчок. В грибном азарте не забываем насладиться и красотой старого леса. Общий вес грибной добычи составил 10. 30 килограмм. Ну все, пакета не хватило. Есть запасная сумка. Ничего необычного, просто обычная большая сумка. Мы хотели найти клетчатый баул, но, к сожалению, не нашли его. Тогда была бы еще более эпическая картинка. Вот, посмотрите. Возвращаясь домой, мы заглянули на болото. Это безлюдное место давно облюбовали не только бобры, но и олени. На самом деле, сегодня он не просто поход за грибами. Грибы – это одна из его частей. У нас как бы зверь. Зверей здесь много. Есть лоси, кабаны, олени. Поэтому хотим сегодня поставить фотоловушку на одной из звериных троп. Здесь видно, натоптаны копытами. И вот сейчас мы ее здесь спрячем. Немножко ее замаскируем. Запускаем. И уходим отсюда. Иначе она будет нас с вами снимать. Так, оп, все. Вот первое, что она сделала, это она сфотографировала и снимала на видео меня. Так, объективы. Все правильно. О, отлично. О результатах лесной фотосессии мы обязательно расскажем в следующих выпусках нашей программы. А теперь пришло время чистить грибы и строить новые маршруты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!